Часто люди идут на преступления из-за психологической, моральной или же материальной нужды. Одним из них является наш сегодняшний герой, который пожелал остаться неизвестным. Совсем недавно суд приговорил его к двум годам условного срока. 32-летний мужчина до суда брал в аренду машину и трудился таксистом. Однако в марте прошлого года для его сына с инвалидностью понадобилась большая сумма денег. Он был вынужден оставить арендованный автомобиль под залог и взять в долг 50 тысяч сомов. После на него написали заявление сразу два человека и обвинили в мошенничестве. У меня сын, получается, попал в реанимацию. У меня сын инвалид ДЦП. Для аппарата нужно было мне. Я 50 тысяч взял, получается, из них потратил 38 на аппарат. И все остальное на лекарства и так далее. Я что-то даже не подумал так и оставил у человека залог, взяв у него определенную сумму денег. Назначили меня пропорцию. То есть пропорционный надзор. И сейчас я как бы каждую неделю прихожу, отмечаюсь, что вот работаю и так далее. И таких людей, состоящих в учете. Органов пробации по республике свыше пяти тысяч. Из них почти три с половиной тысячи мужчины. Свыше 600 – женщины, несовершеннолетних мальчиков – 79, а девочек – 7. А еще свыше одной тысячи людей находятся в досудебной пробации. На сегодняшний день в учете по Бишкеку, Таласской и Чуйской областям состоят 1880 человек. Из них почти полторы тысячи мужчины, 275 – женщины, несовершеннолетних – 37. Всего по республике пять тысяч человек состоят в учете органов пробации. Также по Бишкеку, Таласской и Чуйской областям состоят 1880 человек. Из них 1485 – мужчины, 275 – женщины, 37 – несовершеннолетние, 32 – мальчика и пять девочек. С 1 января прошлого года вступил в силу закон о пробации. Данный закон предусматривает возможность более гуманного наказания. То есть, совершившего нетяжкое преступление не садят в тюрьму, а дают возможность оступившемуся человеку исправиться, оставаясь на свободе. К тому же оказывается психологическая помощь, а также помогают найти работу и сделать документы. В частности, территориальные органы пробации проводят работы по десоциализации клиентов пробации, а именно оказывают помощь клиентам пробации в восстановлении утраченных документов, в получении в трудоустройстве, в размещении в реабилитационные центры, это соц. общежития, направляют для трудоустройства в государственные и частные предприятия. Также оказывают помощь клиентам пробации в получении соответствующего образования, оформления соцспособий, пенсии, компенсации. Отметим, сотрудники органов пробации за последний месяц помогли в трудоустройстве 21 клиенту. Аналогичному количеству оказана помощь с оформлением паспорта. 19 человек были направлены на общественные работы. Отметим, закон о пробации не применяется к лицам, осужденным за тяжкие и особо тяжкие преступления. Только за совершенное менее тяжкое преступление и приговор суда до пяти лет тюрьмы.